Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 мая. И сейчас я буду говорить на тему такую важную, не для всех, но все равно половина огородников стараются придерживаться лунного календаря. И вот сейчас, когда я выкладываю видео один за другим, когда я и в этот день высаживаю, и в другой день высаживаю, и все спрашивают, разве вы не придерживаетесь лунного календаря? Разве можно высаживать, например, вот в тот день или в другой день? И сейчас я буду, как, немного вот эту тему, на эту тему поговорим, и я успокою тех, кто думает, что если он нарушит вот этот лунный календарь, то у него что-то не получится или что-то плохо вырастет. Поверьте мне на слово, по моему опыту, я, у меня большой объем, и рассады вы видели, и всего высаживаю много, я работаю каждый день, вот сейчас весной, и все прекрасно растет, вот летом посмотрите, или посмотрите прошлогодний, я никогда не заглядываю, особенно сейчас весной в лунный календарь, особенно, когда вот такая у нас сейчас погода, то была аномальная жара, теперь стоят холода, все у меня упаковано, и сейчас все эти дела у меня скопились на последнюю декаду мая, все нужно и сеять, и высаживать, но что мы видим, заглянув в лунный календарь? Я вот специально это видео сняла для вас, потому что, вот смотрите, парадокс, у многих еще ничего не высажено, не посеяно, ни под пленку никуда, ничего не высаживали, остается вот сейчас, когда пройдет, вот сегодня у нас был минус 2 ночью, сегодня еще одна ночь будет холодная, и с 18-19 числа начнется теплая такая благоприятная погода, хотя бы можно будет что-то высадить или посеять, и что мы видим в лунном календаре? Какие дни разрешает он нам заниматься посадками? Смотрите, вот май у меня, вот май, пошли. Земляника и клубника, в этом месяце после 17-го вообще все нет разрешенных дней, и потом также виноград, тыква, кабачки, патиссоны, 17-е, а потом только в конце 3 дня, всего лишь 3 дня. Вот эти вот графы, это что у нас самое главное? Баклажаны, перцы, томаты. Лунный календарь после 17-го до июня месяца не разрешает, ну то есть нет благоприятных дней, он нам говорит, что после 17-го, после завтрашнего дня, в огород вообще не выходить, томаты не высаживать, баклажаны, перцы не высаживать. Ну это я так образно выражаюсь, ну то есть 17-го дня и все, и дальше обрезано. И так по многим культурам, капуста, горох, бобы, фасоль, зелень, вот тут у нас салаты, петрушка, все-все-все, 17-го и все, обрезано, дальше нельзя. Ну и как вы думаете, как можно соблюдать лунный календарь, если мы еще ничего в открытый грунт, можно сказать, не высадили, не посеяли, ничего у нас там нет, но после 17-го мая нам уже выходить в огород нельзя, и лунный календарь вроде как не рекомендует. Но я больше чем уверена, что вся эта наша толпа огородников, которая вот сейчас сидит, связана по рукам и ногам холодом, вот этими низкими температурами, ночными заморозками, вся она ринется в свои сады и огороды после 17-го числа, как только наступит теплая погода. Почему? Да потому что если мы сейчас этого не сделаем, то мы останемся, возможно, вообще без урожая. Там, я вот в прошлом году уже рассказывала, что если затянуть с высадкой, с посевами, там, возможно, в июне начинается уже аномальная жара у некоторых, и вот эти все бедные всходы, которые вот еще будут маленькие, нежные, их эта засуха может вообще убить. У меня в прошлом году высаженные поздно рассада томатов вообще сгорела, потому что была температура за 30, и был суховей вот такой жаркий, раскаленный воздух. Выжили те, которые раньше я высадила, и которые совсем поздно, но совсем поздно, тоже неинтересно ждать их до зимы. И вот теперь про лунный календарь. Как все-таки соблюдать лунный календарь или нет? Я уже одну, один ролик снимала по лунному календарю, и вот здесь читала, где даже автор пишет, что очевидно, не всегда есть возможность заняться садовыми работами именно в указанные дни лунного календаря. В таком случае можно сеять или заниматься пересадками и в другие дни. Но обязательно учитывать, что в дни новолуния и полнолуния никакими огородными и садовыми раутботами не заниматься. Но тут есть еще несколько пунктов, кто хочет все остальные там и по фазе луны соблюдать и все. Но вот мне, например, в этом году не до фазы луны, я вот только полнолуния, новолуния стараюсь выкидывать. Это будет у нас 19-го числа полнолуния, и после 19-го числа все 10 дней мая, хотя это по лунному календарю не рекомендовано и считаются как, ну не указаны как благоприятные дни. Я буду и сеять, и высаживать. У меня еще и нужно и свеклу. Я все собиралась, то у нас снег пойдет, то у нас дождь польет, то у нас заморозки до минус 3, до минус 4. У нас даже еще морковь и свекла. У большинства вот наших жителей, нашего региона сибирского, вот Алтайский край, ничего не посеяно. Я единственное успела высадить вот эти в открытый грунт томаты для раннего урожая и все. Огороды все пустые, так что не расстраивайтесь. Если тот день, когда вы хотите начать посадки, посевы в своем огороде, он не указан как разрешенный день для посадок, ничего страшного. Еще раз повторю, всю жизнь выращивала все, все сеяла и высаживала без оглядки на лунный календарь. И всегда все растет не хуже, чем у соседей. А иногда даже и лучше, хвалиться не буду, но это факт. И никакой лунный календарь не помешает человеку, который захочет поработать на своем огороде, захочет получить богатый урожай. Конечно, некоторые полностью уверены на 100%, что все зависит и от фазы луны, и от дня лунного календаря. Но если вы уж, конечно, вот такой фанатик этих лунных календарей, то вы можете ждать июня, но мы будем высаживать все в мае. Вот последняя декада мая, она будет теплая, она будет благоприятная. Будем все сеять, высаживать, выращивать. Не расстраивайтесь, что лунный календарь нам этого не разрешает. Давайте сделаем вид, что мы этого не знаем. Я вот сейчас его закинула наверх, я специально не смотрю, чтобы не расстраиваться, чтобы лишний раз не было какой-то там мысли в голове, что вдруг правда это что-то будет плохо. Вообще не смотрю на него. И досталось сейчас только для того, чтобы успокоить вас. Сейте каждый день, высаживайте, не бойтесь. Я вам разрешаю, сама так делаю. Все, до свидания. Желаю всем, несмотря на капризы природы нынешней, получить богатый урожай, не оглядываться ни на народные приметы, ни на лунные календари. Каждый сам себе хозяин в своем огороде. Я живу всю жизнь так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...